Сияет солнце над водою, и лучики искрят в глаза. Как хорошо, что есть такое, и в этом мире мы друзья. Пусть волны плещут, ветер дует, растет трава, цветут цветы. Меня все это так волнует, и ведь в этом мире я и ты. В избытке силы обновления, познавшие радость и любовь. В простом ты видишь все творение, и к жизни новой вновь готов. 6 июля, день Агриппины, назван в честь святой мученицы Агриппины. Она украсила свою душу девственной чистотой и обручилась со Христом, за которого не побоялось мучений, добровольно предала себя палачам. Тело ее было избито палками так сильно, что были перебиты кости, после чего ее обнажили и заключили в возилище. Но ангел Господень, невидимой рукой, разрешил ее от уз, подкрепил ее, и она снова, поправ всякое нечестие, в муках предала Богу дух свой. Старину этот день называли днем Аграфенной купальницы. А купальницы прозвали потому, что с этого дня народ начинал массово купаться в водоемах. Сегодня надо было обязательно попариться в бане, чтобы быть здоровым в течение года. Пол в банях устилали скошенной травой и парились свежими вениками. С этого дня заготовляли веники на весь год. Особенно ценились веники для бани, составленные из веток различных деревьев. Калины, рябины, березы, ольхи, черемухи, липы, ивы, смородины. Сегодня задабривали русалок и водяных. В этот день собирали целебные травы и растения, считая, что они сейчас обладают наибольшей целебной силой. За этим днем следовала ночь на Ивана Купалая. Она считалась мистической, потому что в это время был разгул нечистой силы. Вообще существовало много поверьев, связанных с праздником Ивана Купалы. Например, сегодня клали на порог дома крапиву, чертополох и зверобой для того, чтобы эти травы отпугнули нечистую силу. Верили, что именно сегодня ночью цветет папоротник. И если кто найдет его, тот будет счастлив всю жизнь. Также верили и в то, что цветок папоротника укажет, где зарыт клад. И если его найти, то можно отыскать и зарытый клад. Дети сегодня водили умываться к родникам на крепкое здоровье. Кроме того, прятали от нечисти скотину. Приметы. Соловей не поет сегодня, значит и очмень поспел. Если сегодня репу посеет, она обязательно уродится. Капустный сок можно пить с лимонным или гранатовым соком с медом, что делает его гораздо вкуснее. А вот наружно, в виде примочек, сок капустный эффективен при таких кожных заболеваниях, как экзема, псориаз, неродермит. Его или свежие листья капусты можно прикладывать к вискам, затылку, лбу, при головной боли, ожогах, ушибах, подагрических болях или колотье в боку. Не рекомендуется его пить при высокой кислотности желудочного сока, симптомах при возбуждении жизненного принципа ветра, когда могут быть газы, вздутие кишечника или понос. В этом случае сок капусты противопоказан. Добрый вечер. Доброго здоровьица. Рады видеть вас в нашем ресторане. Меня зовут Эдик. Что будете заказывать? Ну, я даже не знаю. А что вы мне посоветуете, Геннадий Петрович? Леночка, возьмите протертый корень облепихи.